Меня не сразу отдали в общеобразовательную школу, в коллектив, где было очень много людей, и жизнь текла по другому таймингу, что надо бежать, перемены, быстро сталкиваться с кем-то в коридоре, с трясением мозга, потом в столовку пожрать, ну что-то такое. А я училась в лицее, там было все очень по-семейному, не так много людей, и я не знакома была с этой, ну, социальной такой средой, ну как полный метр, в общем. Массовые сцены, сцены у меня не было в жизни. А потом я пришла в эту школу, в обычную, где-то лет в 13, и у меня был очень большой шок, что происходит. Как-то так, эти запахи, эти звуки, и меня не поддержали ни учителя, ни дети, которые со мной учились в классе, и отсюда какой-то первый внутренний конфликт. Слушай, то есть первый канал уже был заказчиком, он сказал, что надо делать так, 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 и вот такие определенные цензурные линии. Да, пригласили, там уже был готовый сценарий написан, но мне разрешили править его, разрешили набрать актеров. А ты с Эрсом напрямую общаешься? Раньше мы общались, сейчас уже это не требуется, видимо. Дайте скайп еще. Почему и на какие деньги и доколе будут сниматься такие сериалы, как «Школа»? Ну, Путин, по крайней мере, всегда тебя защищает. Как ты вообще пересматриваешься? Кач, слушай, но об этом я узнаю только от тебя, потому что все, что происходит в школе, в политике совместно, все, я узнаю от тебя, ты мне пишешь с утра смс, я это читаю. Давай договоримся, что в следующем проекте я тебя снимаю в паре с Боярским. О, это будет супер. Только вопрос, это будет что, новая версия четырех мушкетеров? Нет, нет, новая версия «Горбатой горы» это будет. Хотя ладно, я готов сняться вообще так, где угодно. Сереж, прости, искусство требует жертв. Что ты говоришь? Чтобы Боярскому не ампутировать шляпу. Тот, кто много ебется, тот мало выебывается. А тот, кто много выебывается, тот мало ебется. Так вот, если перевести это все на культурную среду, то получится, тот, кто занимается творчеством, творит. Тот человек, кто ебется. А тот, кто занимается искусством, это тот, кто выебывается. Подскажи мне, Лера, и вообще не мне, а Люкер. Вот где вот у тебя... Ты сошел с него, а что он говорит? Вот эту сонную грань, сонную грань. Это Питер. Питер, ебаный андеграунд. Валерия, ты постоянно говоришь, что тебя все заебали, да? Ты не понимаешь, что ты сама заебала весь народ просто. Просто нахуя так выебываться, нахуя это делать? Вот любой бы смог снять фильм еще лучше тебя, наверное, если бы была команда только. Зачем это делать? Это вопрос к продюсерам, не ко мне. Вот скажите честно, вас нанял кто-то? Вы работаете на какую-то зарубежную разведку, может быть? Вы троллите нас сейчас или вы серьезно спрашиваете? Нет, серьезно. Ну правда, вы правда серьезно спрашиваете? Меня нанял Моня. Я работаю... Не раскрывай секреты Масада. Я не раскрываю мамули ничего вообще. Ей. 20-й век. Где бы ты хотела оказаться? Ну, я бы тогда оказалась среди неофициальной Москвы, я думаю. Среди такого андеграунда художественного. Это какие годы? 60-е. А я бы тебя знаешь куда поместил? В 30-е годы в Германию. Ты бы была любимым режиссером Гитлера после Леони Ривенштайна. Ну, пьяные моряки, выходя из, значит, вышли в море, и они поймали альбатроса, у которого было сломанное крыло. И вот они, значит, пускали дым сигаретный, значит, в клюв, тудым-сюдым, издевались над ним. И в конце, значит, история о том, что так же и ты, поэт, что ты можешь парить на волнах поэзии, как только попадаешь в мир приземленных людей, ты, значит, становишься карликом, инвалидом, и все на тобой насмехаются. Ну, не знаю, это уж как-то пафосно, но я думаю, что... Это так.